Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, пишите вы, как предстаете ждать какого-то события и приводится к этому поводу. Когда мозг придумал себе картинку, этого быть не может никогда. Этого может не быть никогда. Ну, на мой взгляд, вы здесь несколько противоречите сами себя, во-первых. То есть, одно дело, если вы ждёте какого-то события, это событие всё же произойдёт, пускай и не сейчас. То это не то же самое, если вы ждёте какого-то нереального события. Поэтому тут, мне кажется, всё-таки надо бы немножечко посмотреть, что реально, а что нет из того, что вы ждёте. Это первое. Второе. Если есть что-то нереальное. То есть вот, ну, если есть вот прям откровенно что-то нереальное. То у вас должно быть, я бы сказал, основание, скажем так, для того, чтобы уходить в эту нереальность. Вот я бы так это озвучил бы вам. Потому что обычно человек уходит в какие-то нереальные вещи. Да, обычно человек уходит в эти вещи именно потому, что реальность его пугает. Реальность его пугает, реально остаётся ему тяжело. Вот. И, как бы, такому человеку достаточно сложно, достаточно тяжело выдерживать, вот, ну, реальное положение вещей, скажем так. Вот. Поэтому тут не всё так однозначно, не всё так просто, как вот может, например, показаться на первый взгляд. Вот. Да. Такой аспект. Дальше. Понятно, что и визуализировать надо. Не совсем, лично мне понятно, зачем. То есть, ну, для чего визуализировать, зачем визуализировать, чтобы что. То есть, ну, вот, я бы сказал, что для меня визуализация под довольно серьёзным вопросом. Потому что визуализация в принципе может быть в том числе разновидностью амплию самовружения, практически. Вот. И я не думаю, что это то, что для вас будет полезно. Поэтому тут я не уверен относительно того, что вам нужно визуализировать. Ну, я не очень просто, наверное, здесь понимаю, что вы имеете в виду про визуализацию и как это связано. Например, с тем, допустим, что у вас тревога по поводу вот какого-то события, да? То есть, на мой взгляд, это все-таки немного разные вещи. Я бы их не мешал в одну кучу, по крайней мере. Дальше. Так, я делаю внутривожные ожидания, это на долгосрочную перспективу очень мешает. Смотрите, опять же, здесь есть тонкости. Если событие, о котором вы говорите, может быть негативным для вас, если это событие может быть опасным для вас, это не то же самое. То есть, если есть опасность, человек на человека, человек на это опасность реагирует. И реагирует в том числе, ну да, вот так вот. Но на мой взгляд, вот как это выглядит сейчас для меня, проблема в том, что вы как будто бы сами, сами себе запрещаете вот, ну, может быть, признать, например, то, что вы можете сделать. Ну, что вам может быть страшно признать, например, то, что вам может быть как-то неприятно или что-то такое. Вот. Так это выглядит сейчас. Ну, вот. Я понимаю, что он, возможно, не прав, не прав, да, вот, но, пока, ну, пока выглядит, выглядит всё вот таким образом, я бы сказал. Вот. Дальше идём. Получается, все ежедневные события, как вам запрещено, а основное, которое засело в голове, главное. А это вопрос ваших интересов. То есть, иными словами, если у вас в жизни хватает того, что вам интересно, если вам в жизни хватает того, что вам нравится, если вам в жизни хватает вещей, которые вас увлекают и привлекают, то это одно. Понимаете? Какая шпука. То есть, сейчас по факту вы говорите, что вот для меня это самое главное сейчас, и я понимаю, что для вас это самое главное сейчас, но ведь получается как? Так что, что ничего другого вам сейчас не интересно, и я думаю, что это и свои причины. Вот. Понятно? Кастук. И вот это вот, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить своё внимание. Вот. То есть, если вам сейчас интересно только это, если вас сейчас интересует только это, то, ну, на мой взгляд, очевидно, что, ну, для вас это важно, вот, и, соответственно, если вам это важно, то вы будете к этому стремиться. Если нет ничего более сейчас для вас, ну, значимого в жизни, то я бы сказал, что можно посмотреть, я бы сказал, что можно поискать, поискать, ну, поискать, ну, поискать свой внутренний мир, чтобы, ну, чтобы увидеть, что, что ещё могло бы быть интересного вам, если вам ваша жизнь, ну, вот, вам ваша жизнь, понимаете? Вот. А если, если есть какая-то угроза вам, например, да, если есть какая-то угроза вам, то, нельзя от неё отмахиваться. Вот. Ну, от угроза нельзя отмахиваться. А если вам что-то угрожает, если, вот, ну, как бы, вы знаете, что, ну, может быть, может быть, может быть, может причинён быть вам какой-то вред, то нужно это реагировать. Вот. А я бы сказал, что, как правило, люди тревожатся по той причине, что не доверяют себе, да, и, вот, ну, не доверяют своей, своей реакции, вот, боятся реакции, но они не привыкли, не привыкли реагировать. А спонтанно на какие-то события, вот. И, соответственно, если вы не доверяете себе, да, то есть, ну, вы, вот, стараетесь заменить контролем свои чувства, допустим. Вот. То нет ничего удивительного, что у вас есть тревога. Если вам интересно, допустим, что-то одно, да, например, очень сильно интересно что-то одно, то нет ничего удивительного, опять же, что, кроме этого, очень интересно, не интересно ничего, понимаете. Кроме того, кроме того, возможно, такая ситуация, что это механизм навязчивости. Навязчивые, навязчивые мысли, которые могут насчет у вас также быть. И в этом случае работать нужно, ну, уже с ними, потому что у них, у подобных мыслей, несколько свой механизм реализации, свой механизм взаимодействия с психикой человека. В целом, у вас, как мне кажется, вот, с этим событием, ну, вот, про которое вы говорите, в целом, у вас, ну, вероятно, слишком много связано, да, то есть, слишком, ну, большая мотивация. Вот. Сверхмотивация прощается таким образом. Вот. И. Вам. Тяжело становиться. Поэтому я бы здесь обратил внимание, вот, все-таки, на важность этого события для вас, и на интерес для вас всей вашей остальной части жизни, скажем так. Вот. Ну, опять же, это история, которая может быть неправдой, потому что я не знаю, вот. Я могу, ну, быть неправ, просто. Вот. И. Это нужно исследовать. Вот. На мой взгляд, это нужно исследовать. На мой взгляд. Вот. Вот как-то, как-то, как-то так. Как-то так. Какой, такой ответ я мог бы отдать сейчас. Надеюсь, что вам было это полезным. Надеюсь, что вам это было интересным. Надеюсь, что дал вам некоторую пищу в пищу для размышлений. Вот. Ну, потому что вам, мне кажется, нужна некоторая работа над собой. Вот. Потому что, ну. Настоятельно вы можете не справиться с этой историей. Просто в силу того, что ваша психика будет вытесняться достаточно. Действительно важные и значимые моменты. Вот. Ну, и. Потому что. Нужна. 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 По. Возможности всю историю вашу. А. А. Знать. А не. Только ее. Часть. А. Сейчас. Мы знаем. Все таки именно. Только. Часть истории. Ваши. Вот. Хотелось бы больше. Поэтому. Я надеюсь, что вы. Такую возможность нам. Предоставить. Ну вот. Надеюсь, что. Ну, позволите нам это сделать. Значит. Буду благодарен вам за обратную связь. Всего вам самого доброго. Удачи.